Психотерапевт Это группа коучинга Которая идет от 3 до 6 месяцев Там мы уже работаем не с симптоматикой А работаем с постановкой целей И отработкой определенных методов достижения целей И методов работы на результат Я тут, значит, группу только начала И там у них первое задание Поставить себе цель до конца года по определенной системе И я что-то так думаю, а что я лошара такой Сижу тут такой умный возле компьютера Ребята там стараются, кряхтят Я так посмотрел на себя, понял, что я похудел безумно Ну как безумно, не то что прям совсем пипец, но пипец Для меня этот вес нетипичен Я вешаю 67 килограмм Когда всегда весил 80 И решил исправить этот момент И поставил себе такую штукенцию по коучингу Что я за 5 недель наберу 8 килограмм И буду весить где-то 75-77 Я хочу вам сейчас показать, как я это буду делать Значит Вот, я хочу вам показать то, из чего будет состоять Питание культуриста, бодибилдера Добро пожаловать на мою кухню Многие говорят, что это безумно дорого Что это какие-то странные космические продукты Значит Я по одному из образований персональный тренер Даже успел третьим на России побывать Я вам сейчас покажу, из чего будет состоять Мой рацион в течение дня Скажу примерные цены и соотношения И вы сами будете понимать Значит Поправлюсь сразу Мы говорим о наборе Мы не говорим сейчас о каком-то Конкретном случае похудения Мы разбираем меня Итак Значит Мой завтрак будет состоять Ну вот, во-первых Основной рацион Фитнес-спортсменов Как видите, ничего космического нету Обязательная тема весы в граммах Шейкер электрический Ну, наверное, все По большому счету, что вам нужно Значит, поехали Начинаем с завтрака Завтракать я буду следующим образом У меня обычно два пакетика овсяной каши И я к ним добавляю сыпучие овсяные хлопья Значит, то это вообще копейки Там что-то 25-30 рублей Что-то там такое Значит Каша Пять яичных белков Один желток Я делаю небольшой омлет Добавляю чуть-чуть молока И делаю омлет То есть овсяная каша тоже на молоке У меня лактоза, все хорошо Каша Омлет из 5 яиц Многие делают, ребята, из 10 Но я пока вот так решил Пять, значит, каша ТТТ, омлет И один банан И будет у нас кофе Вот это будет мой завтрак Значит, дальше Поехали, идем дальше Значит, это мой завтрак Еще раз Овсянка Дополнительно туда хлопья На молоке Пять яичных белков Один желток Все это смешиваем И один банан И кофе Можно Я люблю такой кофе Он очень близок к натуральному Тут какой-то пафосный кофе Можно сделать кофе молотый Старбакс Мне нравится Во френч прессе Дальше я работаю 3 часа Затем у меня идет обед Значит, смотрите Основные продукты Фитнес-спортсменов Вот они Семга Куриная грудка Творог У меня есть косяк У меня нету, короче, говядины И нету индейки Здесь еще должна будет лежать говядина Индейка Но поскольку я не стал брать много Я покажу вам попозже говядину и индейку Соответственно, говядина сырая Мы делаем стейк из говядины Индейка Или можно сделать стейк из лосося или отварить куриную грудку. Значит, смотрите, здесь 300 грамм. Можно делить пополам по порции, по протеину, по белку совершенно спокойно. Не обязательно съедать её сразу всю. Можно вполне пополам здесь и здесь. То есть, это уже 4 приёма и здесь пополам. Это 6. Каждый приём 25, где-то около 25-30 грамм белка за каждую часть. Совершенно спокойно. Соответственно, если я вешу 67, прости господи, 70, получается 170, 140, 150 грамм белка мне нужно в день потреблять. 2,2 можно умножить на килограмм веса в моём случае. Поэтому мы будем есть в течение дня четырьмя порциями. Значит, завтрак у нас первая порция и ещё 4 будет. То есть, вот что-то я буду выбирать, смотря из того, насколько мой день подчинён. Если я могу спокойно пообедать, то это будет порция сёмги. Значит, я её буду жарить на гриле и отварю куриную грудку с утра. Получается, у меня два приёма здесь, два приёма здесь. А иногда я комбинирую, если мне срочно надо что-то перекусить, я просто беру половину, съедаю творога. Это 500 грамм. По 250 получается, каждая половина. А это белок. У нас получается, значит, смотрите, тут для особо одарённых, для тех, кто не сведущ в количестве, здесь есть количество белков. Значит, здесь 100 грамм их 18, здесь 100 грамм их 19 грамм белка. В 100 граммах. Тут у нас масса 600 грамм, тут у нас масса 300. Но мы отделяем там всякие кости и всякую хрень. Получается у нас где-то порядка 150-167 грамм. Здесь у нас получается... Нет, всё-таки я думаю, что вот это можно съедать целиком. Поскольку 167 плюс-минус, вот и получается здесь 25 примерно грамм. А вот это точно пополам. Значит, раз, два, три, четыре, пять. Вот пять приёмов белка. Это шестой завтрак. Ну, можно здесь наставить на завтра, да, что-то. В основном вот эти два я буду завтра есть. Значит, вот у меня два обеда, вот у меня два ужина. Теперь у меня через каждые три часа примерно. И наши углеводы любимые. Наши любимые углеводы – это 100 грамм гречки. Это примерно 70 грамм углеводов. Это 100 грамм риса такого смешанного. И это 100 грамм золотистого риса. Сюда, конечно, кто-нибудь захочет дать ещё картошечки с макаронами, да, на массе. Но я вот буду все эти пять недель, в принципе, обходиться вот этими углеводами и вот этими. Достаточно неплохо всё это получается. Вот, собственно говоря, и всё. Ещё у меня будет 3 литра воды в день. Вот так вот я делаю по литру, чтобы было удобно контролировать количество. Ну, вот, наверное, всё. Ещё я могу добавить сюда что? Я могу добавить сюда обязательно столовую ложку льняного масла. Ну, наверное, всё. Точно. Вот теперь уже точно всё. А, ещё вру. Сейчас покажу ещё что. Да, ещё надо не забывать про то, что у меня будет 2 грамма витамина С. Здесь в каждой капсуле по грамму. Ну, и будет одна капсула группы витаминов В в какой-то нереальной мега-дозировке. Сейчас резкость... Бля, давай. Не наводится. А почему? Короче, тут очень крутая дозировка. 5000 от нормы, 500%. В общем, реально очень энергетическая штука. Очень хорошо тонизирует организм. И вообще всем рекомендую. Обязательно витамин С и витамин В. Ну, и, соответственно, у меня так иногда сок повыжимать. Вот. Теперь по деньгам. Значит, это мы убираем, поскольку это отдельные дополнительные штуки витамины, но они очень важны. 170 рублей, 170 рублей, 190 рублей, что-то там около 70 рублей. Яйца, не помню. Апельсины 64. Бананы... Бананы взял последние, про какие-то там, эти самые, уцененные за 15 рублей. Это 30-45. Вода, что-то 30. Вот это 24 рубля. Молоко, соответственно, не помню. Гречка, рис тоже что-то недорого. В общем, в принципе, если вы всё это посчитаете в калькуляторе, вы увидите, что это недорого, и это не космические продукты. Всё достаточно типично. Главное знать, сколько, когда, и не перебарщивать, и не недоедать, если вы на массе. Соответственно, если вы будете сушиться, то всё будет немножко по-другому. Основа останется та же. Наши любимые на сушке хлебцы, и наши любимые на сушке рис, и наши любимые на сушке курица. Вот эта штукенция уйдёт, потому что она жирная, и вот эта штукенция уйдёт, потому что воду задерживает молочка. Останутся яйца и курица, останется хлебцы, останется рис. Молочка уйдёт, останется вода. Там будет ещё говядина и будет индейка из таких обезжиренных продуктов. Ну вот, собственно говоря, как-то вот так всё. Всё. Значит, в шейкере можно делать коктейли спортивные. Когда спортсмену утомляет есть большое количество животного белка, он может взять дополнительные спортивные добавки. Это не стероиды, это обычное, как и детское питание. То есть, проще говоря, иногда, чем есть, допустим, стейк, и давиться, и когда вы уже устали, одно и то же есть, вы можете смешать, или вы просто торопитесь. Вы можете смешать спортивный коктейль. Вот, например, мне нравится вот этот очень. Это чистый белок, который не Коллимана, последний. Здесь в одной мерной ложке примерно 30 грамм белка. То есть, в одной маленькой мерной ложечке. Сейчас я покажу. Та-дам! В одной маленькой мерной ложке. Вот она. Она маленькая, действительно. 30 грамм белка. Смешиваете с водой, если хотите. Хочете с молоком. Вот вам целый протеиновый комплекс. Он тут из четырёх компонентов. Можно пить на ночь, очень неплохо усваивается. Очень крутая штука, рекомендую. Ну, соответственно, опять же, витамины. С, 2 грамма я пью и В, одну капсулу. Вот, собственно говоря, всё, чем я буду заниматься ближайшие 5 недель. Ну, добавится ещё говядина и индейка. Будут вопросы, задавайте. По поводу упражнений. Значит, тут тоже всё интересно. Я не уверен, что мне получится в зале снять. Поэтому, наверное, я буду что-то писать, что-то показывать. А может быть, попозже мы с Максимом забабахаем видос на тему именно кардиофобии, именно невротических расстройств и фитнес-индустрии, как это совмещается. Потому что, конечно, кардиофобия и вообще невротические расстройства, они мешают людям нормально заниматься. Часто вообще не могут люди позволить себе заниматься, будучи уверены, что они умирают. У них там сердцем проблемы. Я решил открыть новую рубрику, что ли, по поводу спорта и здорового образа жизни. Потому что вот эта коучинговая группа, которой ребята уже избавились от симптоматики, от невротических сильных симптомов и загонов, они хотят идти дальше, они видят, как это замечательно работает. И вот я им... Сейчас мы им будем выстраивать тело, которое они хотят. Благо, я имею знания и опыт, которыми можно поделиться с вами. Все, до встречи, пока! Субтитры создавал DimaTorzok